всем привет с вами димас блока это 3 7 ребятки мы сегодня как настоящие мужчины будем выживать в лесу добывать рыбу ну возможно я не знаю да возможно еду я вообще один должен был быть ведущим но коля почему-то решил не приехать поэтому я вместе с ребятами буду выживать 24 часа в лесу посвятите кто-то я походу ногу сломал году мы взял и все что у нас есть это вот эти вот три рюкзака что там находится я я сейчас не знаю это все вот приготовила моя команда пила пила а у тебя тоже щетки ну спасибо почему мне лекарство я что врать мы будем ловить рыбу ну то есть я не буду ничем делиться с вами я сам есть воду рыбу так и так ничего не видишь дай мне хочу у тебя там одни таблетки реально так вода ты можешь аккуратнее с вещами обращаться ну что получается это все что у нас есть у нас нету ночлега у нас нет еды так ну что пошлите в лес тоже забрал я не помню ну пошлите в лес а мы все в одну сторону а может какой-то план придумаем давайте короче сначала добудем еды вы есть хотите нет у нас рыба ночью не поймается ладно пошли туда поймаем рыбу найди какой-нибудь какой-нибудь маленький такой пункт грузилок чтобы сделать чтобы я обмотал и это грузил было это будет я походу ногу сломал валя подержи пожалуйста выкинь еще садись со мной поаккуратнее разговариваете не пила у единственного вы со мной поосторожнее будешь у меня таблетки мог на севере растет или на юге так достаем мою спецоборудование я очень есть хочу есть честно уже я не думал что у нас еды даже не будет а ты вообще уверен что здесь рыба есть я нет это не так легко как я думал ягоды нашел или это волчий сразу начало прицепим сюда так грузил по идее должен быть почти в самом низу вот где-то вот здесь хотя бы хочешь пока рыбок призову да попробуешь там на монтаже добавить потом быстрее пилю вверх палки или руку свою чуть ниже да ниже чуть-чуть а нет чуть ниже до психологу обратиться с первого раза не слышит когда причем никто неделю бы так прожили ты 24 часа хотя бы проживи я могу не есть два дня подожди так нам надо червей поймать она чё я буду ловить иди давай эти знаешь что делать червей накопали от не червей а найди кузнечиков иди вон по полю вот так вот вот так ногами делай то поймать кузнечиков надо думать как кузнечик зачем люди удочки тогда покупают если можно вот такую сделать ну я не знаю реально чё сейчас делать-то кузнечику что нереально поймать да тут даже кузнечиков нет я уже естественно пять минут устал выживать 23 часа у меня прикол что я буду змей встретить очень сильно если здесь меня будет я убегаю да не бойся спасибо поддержал а мы дом из чего строить будем я откуда знаю какой домик устроить будем пока мы до этого не дошли кузнечика поймайте мне о ягоды данек я еду нашел просто мы рыбу не дима чисто грибы будем с клубника есть я даже клубники не вижу я еду нашел кого еду еду да и так это волчья ягода да нельзя и да да почему я один слышишь давай рой я сейчас ну понял червяки нужны они строят земле ну надо далеко рыть я маникюр вчера сделал я тебя маникюр сделал может быть около воды вот там возможно еще и будет да конечно пошли там раскатывать ты тут ничего не найдешь я думаю что нам надо дом начинает строить под дима рыбу поймает это где-то завтрашнему утру будет я устал выживать команда а как настрой супер как настрой команда знаете мы сейчас как будто в какой-то игре где нужно строить город типа плюс сити вот мы тоже сейчас забабахаем себе мегаполис целый я кстати подсел на эту игру от яндекс плюса еще нигде такого не видел чтобы у игры была своя экосистема ты например в лавке что-то купил хоп у тебя домик в лавке в игре открылся в яндекс го проехался хоп прокачал уровень домика и открылся новый персонаж или декор то есть у тебя реальная жизнь влияет на игру прикиньте а еще в плюс сити много всяких мини игр классных пасхалок и нету рекламы вообще игра очень расслабляющая помогает отвлечься когда это так необходимо так что ссылочку оставляю в описании переходите смотрите и играйте что ты делаешь проверяю глубину но не удочкой да ну нахера ты удочку и сейчас испортишь данек на это следствие там дельфин где-то прыгает мы именно в адлере выживаем данек а ведро по его не ведро по да конечно капитан бро 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 здесь сырое мясо на него не знаете рыба протухшая да я не буду трогать я тоже я пойду лучше к рыбакам если медведь был я был поборол и мы бы медведя ели сегодня повезло что здесь нет мы вот почти пришли вот здесь они сидели о пятилитровка лежит какая нам она пригодится ягоды например у нее собирать либо грибы правильно правильно я извиняюсь а у вас нету червей случайно что угодно чем можно поймать рыбу ну чтобы покушать а ты зачем ешь это для рыб я не ел а чё ты вижу ешь и жуешь и враг я злюну просто дай короче нашли рыбаков и взяли у них кусочек хлеба вы кто-то знаете о том что есть суп из крапивы и я реально могу найти крапиву не я рыбу буду блин вспоминаю себя прям вот как в школьной столовке когда нет еды у тебя денег нету и ты берешь хлеб бесплатный и он такой вкусный патаны можете с вами кусочком поделиться а ты все время ешь идешь да ну да дим ты будешь на улице спать не так больше может пепперони закажем не и диме не скажу давай и чтобы рыбу услышала у меня уже там рыба чем за тебя болеть мне кажется она слишком глубоко может звать 24 часа дима выживает рисом рядом стоим вот туда не поплавок день давай мы не поймаемся с рыбу пацаны пойдем дальше нас поймается да она не поймает дергается дергать до время уже позднее и чем есть что будет найдем другого что медведя какого-нибудь пчел найдем мед поедим можно было бы пластырем он туда вот закинуть рыбочка как поползла приклеилась бы мы такие об и поймали бы но меня никто не слушает короче с рыбы походу облом дим пойдем искать дима вода дим пойдем найдем место для ночлега короче рыба у нас не получилось прямо сейчас мы идем искать место для ночлега я как обычно всегда один меня все бросают ну чё мы идем искать место для ночлега я предлагаю короче идею просто взять ветки много таких длинных веток и шалаш делать но только не с ним вопрос чем перевязать эту тему леской там гроб я туда не пойду это шутка нет я это не люблю темы не за какие деньги да вот кроме данек готов там типа чел захоронен или что еду нашли ты дебил и чё это задание какое-то дорогие ребята мы решили что вам понадобится помощь в лесу и не смогли вас оставить без нее один из вас должен лечь в этот ящик а другие должны его закопать если продержитесь пять минут вы получите помощь что неадекватно почему я а почему вообще наши девушки там что-то решают они дома сидят там уже это задание от нашего жена это реально страшно брода для света страшно вот именно через это удочка хожу вообще знаете я смотрел ролики вот у других там блогеров кто-то все таком но они дырки там делали еще что-то там невероятные какие-то гробы но этот какой-то обычный гроб просто настоящий тем более да просто типа если какой-то подготовлен да просто квадратный подготовленный я бы тоже любой я пыли вопрос можно в этот гроб новый или в нем кто-то был это был бы уж ный как он еще криповый выглядит из царапан вот я и говорю как будто вы откопали ну чё давай тогда а я саде понял почему коля не приехал теперь я вас любил парни просто красавчик мы запомним тебя спасибо парни все больше диме на съемки не это обязательно еще выполнять реально даже ложится крипово вот я в гробу пожалуйста это моя последняя экстрасенс скажи когда я умер через три минуты и если чё выруби свет с темнотой побудь это прикольно в рот и давай попробуй ты не ссы то очень страшно вы чё издеваетесь это очень страшно реально парни это все ради вас чё вы что-то делаете все закапываем закапываем а подождите а вы мне ничего не засунули только что клянетесь клянусь у меня крышка гроба все в глубже и глубже по ощущениям это давление падает у меня давление падает а сколько время прошло время сколько прошло кто-то засек мы не засекли данек сейчас начнем полю валёк фотка меня как я вот диме предлагаю снять ролик 24 часа в гробе вот так вот провести что вот тоже три семьи и три парня кто дольше продержится короче это будет прикольно но он что-то не соглашается он боится я ему давно говорил что я готов в гроб плеч но не в такой вот такой очень грипово ложится вот в подготовленной бомба типа найти там с трубами с кислородом я говорю можете по мне не ходить друг я глубже провалюсь мы не ходим по тебе что на звуке парни а какого песню спеть птица ставьте лайк если я вам нравился спасибо за просмотр данек полежи подумай просто закрой глаза представь что нас тут нету пойдем пока половим рыбу пойдем какую рыбу тихо тихо пусть он время побыть свои мысли комар какой-то летает очень крипово зачем земля сыпется да не надо стучать по ощущениями даже сейчас не помню как выглядит природа типа не помню сейчас какое время суток 3 нормально и сначала страшно потом ты привыкаешь и уже как-то у тебя нет выбора просто смирился с тем что ты лежишь не прикольно реально прикольно пять минут я провел в этом гробу и больше да кстати больше на минут семь восемь да ну все идет смотреть бонус теперь какой нам там обещали не лежал что-то палатки я выиграл это лодка походу это лодка там учу плавать буду вообще-то за палатку боролся они за лодку я так я знаю что мы будем спать в лодке спать в лодке вы получили лодку теперь вы сможете добраться до противоположного берега найти себе там палатку который мы спрятали правда уже наверное стемнело но я думаю вы справитесь удачи короче это девочки оказывается тут девочки всем рулит это бонус для нас то есть мы должны надуть это все съездить за палаточкой и вернуть это все сюда а если бы мы отказались мы просто пыли получают нет мы просто в шалаше реально жили которым планировали делать обращайтесь на поливать гробу звоните номер узнаете да давай дай ногу ну начинает бил бим чё дим сразу а чё не катер нормально вон дуется ноги меняет давай валечка чё зал отходишь я видел бит подставьте какой-нибудь на музычку наоборот нужно чуть-чуть раз помедленнее он больше дыма прикинь ртом такое дуть спасибо походу у нас сломался насос а камни попали туда никакие камни походу мы без палатки мы уже час наверно дуем это дима нажимается я вручную воздух запускают валёк держит dream team ребята работаем работает и раз-два-раз-два ой ребята просто жесть несём лодку через лес а куда непонятно я выбираю позитие меня там медведь были я проходил курсы по самообороне от медведя вот так на меня бежал если медведь был я был побрал и мы по медведя ели что медведи какого-нибудь что там реально там медведь такой медведь там медведь посвятите не видно посвятите кто-то ребят иди сюда нас напугать ваш хотят посвятите туда пожалуйста парни вот он зачем свет тогда очень если нельзя какие медведи и медведи медведи да там медведь клянусь я не шучу у него еще глаза вы огромные вы слышите он жрет вот это мясо которое там было причем не не верите это было очень страшно вот он сидит я же говорю вами не верили нет ты как видишь там чё вот он какой красивый да ничего страшного подумаешь съезд пожалуйста психологи напишите мне в личку я еще и главное еду вообще ничего не вижу я вот так лодку несу в пол не поеду нас они даже не верили как она ела что там еще олень может какой-нибудь гроб медведь чё дальше страус например может там бегемот глория а может там лев алекс мы чё в мадагаскаре кричит валя медведь мы такой оборачиваемся и темнота вали нет я там дуб огромный есть я за ним спрятался там лодка наверное поцарапанная уже это что за еще один какой разный спектр эмоций я пережил за последние два часа давай данёк вот сюда несём сюда переворачивай данёк сюда иди вот сюда вам надо все пацаны давайте я толкаю и прыгну к вам давай греби ты сначала там вода идёт к нам два дима разверни лодку я не трогай я не трогаю давайте помедитируем стоп ну серьёзно на 5 секунд тишина и почувствуете вот этот вот вайп этот воздух выключи фонарь пожалуйста не давай тебя обниму как в титанике ты вот так руки сделала это не пацанское больше согласен полете как она полете я предлагаю перестать я вообще кушать хочу я сейчас где-то еды достать нам чем из-за этого рыбы беспокойно смотри я как ну типа сейчас прикинь вот так вот я так ты упадешь мне не получилось мы короче приплыли на другой берег за палатками на которых мы должны спать дим прямо нормально нормально давайте вот чтобы никто не связал один кто-то бегает ну ты слушай тут дерево как будто лам сломаться может вообще ну подержи тихо-тихо сейчас клещи попадают дима я все верю да а вот он наш дом на сегодня слушайте но нам есть теперь на чем спать подождите стоп а мы как у нас есть жены как нам что и жены не с нами а проверь может вообще там не палатка бро можно забанули палатка на четверых а ты там еще одного надо мы добыли палатку и нужно ее сейчас поставить давай тут прям чё ты куда понес я не умею собирать палатку сразу а я умею я тоже умею тихо ее нужно сразу так покатить вот это вниз это пол я буду смотреть за тем как вы классно собираете это большая эта палатка я за своим зрением минус 7 вообще ничего не вижу дима валя дима валя молодцы мне ребята очень крутые палатка собирают мне кажется она вообще в другой должна антр конечно валяка она вот здесь должна была быть для дай пол какая разница пусть он будет вот прицепи пол вот и первый скандал на нашем теле шоу ребята успокойтесь все нормально я пригодился я здесь не мой час настал вы лучшая команда парни спасибо что я вам задействуете меня тоже я щас приду я за ковриком смотрите здесь чтоб все нормально сделали я слежу давай вот там весь еще вот там весь и здесь все за вами блин глаз за глаз только какой-то помощник конечно лютый вообще ничего не могут так я сплют в этом так мы вдвоем спим ну не ну для камеры давай мне вдвоем валек ты где в белом получается а до него где-то в середине до коридоре не вы реально лучшая команда да я всегда хочу быть с вами тогда можно закрыть что в мошки не залетали единственное я понял а мне уйти да да лучше я понял а я у меня коврики вообще-то да без разницы на и спальные мешки у меня ну ладно давай заходи давай быстренько только вот сюда закинь мешки коврики давай давай кидай и дайся стой стой коврик я не дам коврик ладно хоть нужно помочь какая-то доставку хорошего настроения заказывали мне кажется ребята в комментариях напишут это разе выживание желание вам палатку дали лодку дали ребят если что мы вообще не знали как что он просто привезли нас в лес и для нас приготовили вот палатку получается у нас девочки позаботились дали нам здание мы его выполнили но тоже в гробу полежите а потом уже знаете палатку заслужить может троем будем спать чему какая-то муж команда вот проходе так стоп а мы кто вообще вы мясо не я не буду мясом ладно мы при семье так давай за едой пошлите почти да пойдемте за едой получается что же могли интересно оставить нам наши жены и чуть не упал что я делаю в лесу один я нашел доширак реально я просто голову поднял а меня посадишь ты можешь снять кроссовок ты чё блин обалдел ты гонишь мы в лесу пошел-пошел-пошел-пошел еще один волон висит как ты видишь достал что стою как ты видишь клянусь я просто смотрю вперед почему мне никто не верит что я имею способности это чуть чипсы о это не чипсы в рота сосиски это сосиски на подержи мне больно я вообще ничего не вижу наверх тоже можете смотреть мне кажется их копали да ну вот в деревьях этих парня у меня проблемы что у нас не 3 доширака 12 так но это твой упал дай-дай-дай-дай мы добыли дырку с детства я ел постоянно сухомятков и нет я ел роллтон вот так вот пакетиках смешу так насколько я понял у нас остается третье какое-то задание еще по ходу да нам нужно развести костер и последняя проверка на сегодня мы решили узнать как хорошо наши мужья знают нас и подготовили вам пару вопросов если вы каждый ответить и хотя бы на один вопрос правильно вы получите свою финальную помощь на сегодня удачи дорогой мой муж пока я тут загораю чили не хочу тебя спросить скажи мне пожалуйста какое время я родила т.л. мы без мы без ужина в плане время ну типа как зимняя вот весна осень типа часы часы во сколько вы поехали рожать не это было получается на это было 0 3 нет там да не дошло до следующего дня получается где-то 10 часов вечера я думаю что 1 часов ночи 11 25 давай в 20 минут погрешность до 1 3 так пацаны вы главное теперь меня не подведите ладно ну что как он там выживается в лесу и так мой первый вопрос как спали мою первую кошку моти какая-нибудь киси киси нет сейчас туча и буси и там что-то связано вот с ними двумя ну парни я проиграл ну как я не знаю а можно другой вопрос ему пусть будет пусть а а на одну буквы ну это считается второй вопрос в год кого я родилась кто знает 2002 год это год чего ты же 2002 а нет ты я 2001 а ты у тебя какой год змея потом свиня вроде я козел может быть бееее беее нет не свиня не свиня подождите может быть она этот олень это понятно а год какой а какое число 28 мая 2022 года пусть будет кролик а кстати кролик прикинь правильно давай свинья лучше давайте свинья ладно давайте свинья год свиньи год свиньи да нет такого года да есть свинья да прикиньте год свиньи родился лошадь слышишь ты конь понял сейчас промахнешься то это вообще жесть ну лошадь и свинья живут в одном месте по факту и третий вопрос когда родились наши дети и во сколько наши а у меня одно давай хотя бы одно это что-то жестко одно давай Оливия ты время не помнишь? я не помню дату даже ты что угораешь? Эмель родился ты серьезно? да день рождения у Эмеля когда было помните? нет а ты помнишь? в январе? да январь? а мне так стыдно год? 2020 ему сейчас два с половиной двадцать первый дурак двадцать первый год подожди двадцатый месяц январь год двадцать второй дата восемнадцатый а что у вас время? время где-то с утра а у меня есть какая-то погрешность? давай хотя бы ему часа четыре дадим девять утра двадцать семь минут девять утра девять утра двадцать семь минут что угадали? прикидите двадцать девять мы сказали только это двадцать минут погрешность что мы выиграли? это я угадал? подожди у меня я даже не знал спасибо большое мне плохо с вами очень сильно валёк не нервничай давай давай ты последний выручай валя вот такой вопрос как звали мою хаску? чуть-чуть хаска была что такое хаска? Дуся Дина Мадина я не помню вообще у нее хаски посильнее имя точно не Дуся Дуся кого рыть блин? спасибо что ты тоже не с первого раза ответил кем в молодости работал мой дедушка? машины чинит автомеханик? так точно валёк в форме чего? кого? моя самая необычная родинка? да я знаю дельфин оооо дельфин оооо мы сегодня баваем мы были на грани мне интересно остальные два анины давай на какой ноге у меня родимое пятно на левый или на правый подожди я представляю ты сильно похож на нечестно да подождите их той правая нога переснимаем переснимем тихо 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 левая нога и как звали моего как который жил прям с моего сауна-сауна-сауна лет с готика муся будь и кузя кузя ты кстати без шуток кузя одного из них зовут два кота один который взрослей смысле тима и звали кота и она поэтому тима захотела так назвать я в шоке я-то думал это искренне хотели мы это сделать мыска по одному прикиньте каждый он пакет решетка по там картошка картошка дни дрова скорее всего она короче все для того чтобы сделать костер давай о май гад оба есть тогда хочет и как рубишь надо на друг друга парочу не так дай покажу один раз давай пошло конечно пускай горит погреемся сосиски пожарим вот так на палочке да да какой палочки вон эти сетки да возьми нормальную палку подожди бро я пожарю я пожарю а такая палка нормально да подымись сюда в этот раз чтобы не обжечь руки вот так сосиску поставил ногой прижал и вот и вот ты ждешь так давайте только тут не мусорить да и ощущение что мы сейчас угли хавать будет есть так чё пробуем за целый день сегодня ем год кого-то первый раз я бы кетчупа не на штору дыхание открылась еще день выживаем в общем мы перекусили я предлагаю перемещаться ко сну да если честно хочу уже вырубиться мне в силу не осталось нет медведь просто последние силы съел а я не встану больше я больше не стану какое такое я говорю сейчас вот эта палатка кажется лучше чем любой пятизвездочный отель в мире нет а мы будем страшные истории рассказывать да я думаю давайте расскажем напоследок однажды одна девочка не поставила лайк под этим видео и об этом узнал валентин фокин он очень расстроился и взял нож он передал его димас блогу и сказал сделай то что нужно я достал ножик засунул в карман чтобы сумма в карман и случайно поранил свой палец детском лагере яблочко пропал яблочко ребятки короче наверное мы не сможем вам рассказать страшную страшилку потому что нам и так здесь страшно страшно реально мы столько и сегодня эмоции испытали и скорее всего мы как-то вот не можем потому что переполняют эмоции и в основном хочется как-то на угоре это все закончить поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите комментарии что нам еще сделать куда нам рвануть с тремя семьями в следующий раз доброе утро ребята просыпались выспался пошли эту не массу раз будем не прикольно мешки скажи скажу что давай уровень радиации в общем просыпались подъем давай пойдем завтра хотя бы сделаем не выживай по воду не выжили ну да сейчас сказать короче мы в принципе выжили как видите практически почти димас у нас еще спит ну ничего страшного пока пойдем мы едем а он еще тут будет выживать 24 еще сутки дим дим как ощущение вообще в лесу пожить нормально тебе еще готов на неделю на месяц мне мне очень пора с основной большой спектр эмоций испытал за эти 24 часа это был лучший опыт мы это был лучший лучший медведь которую я видел все ребят подписывайтесь на димин канал ставьте лайки пишите комментарии а мы время 9 утра поэтому мы погнали дальше все один давай приятных снов тебе а мы на завтрак